Один из руководителей общины Виссариона обратился к уполномоченным по правам человека, федеральному и краевому. В своем письме Вадим Редькин, в прошлом артист, участник группы «Интеграл» и «Ласковый май», пожаловался на грубость во время задержания. Кроме того, по словам мужчины, на допросы к нему не допускают адвоката. Жалуются Редькины на условия содержания в камере, в том числе на питание. Сам он уже 30 лет является вегетарианцем. В ответ на обращение уполномоченный по правам человека в крае выпустил целую статью. В ней Марк Денисов поделился своими впечатлениями об общине, в которой бывал лично, и рассказал, что ни разу не сталкивался с жалобами на нравы, царящие в обители Рассвета. Кроме того, омбудсмен считает, что операция в общине Виссариона может стать тревожным звонком для других религиозных объединений. Создан прецедент силового разгрома религиозного объединения. Причем правоприменительная практика сформирована таким образом. В общем-то, это такая несорубка, в которую можно заложить любую религиозную структуру, провернуть ручку и на выходе получить уголовное дело. Если будет приказ, будет политическая воля, то судьбу Церкви Последнего Завета, при желании, может разделить любое религиозное объединение. Напомню, главу и основателя общины Виссариона Сергея Торопа и двух его соратников задержали в так называемом городе Солнце в Курагинском районе. По решению суда их арестовали на два месяца. Руководители религиозного общества обвиняют в психологическом насилии над последователями и привлечении их денег. Кроме того, прокуратура требует ликвидировать Церковь Последнего Завета. Однако специалисты считают эти обвинения несостоятельными. Ведь, по сути, любая религиозная организация привлекает деньги последователей. На этом и строится ее существование. Что касается психологического насилия, то желание воспитать тот или иной взгляд на вещи и поменять образ жизни своих прихожан свойственно даже традиционным религиозным течениям. Правда, в менее радикальной форме. Любая религиозная организация работает с какими-то психологическими процессами очень своеобразными. Вот в таких новых религиозных организациях, как правило, работа с людьми проводится, ну, скажем так, более грубо, по методу проб и ошибок. И, собственно, какие-то психологические особенности каждого человека редко учитываются.